всем привет с вами red commander продолжаем играть в арендаисты в прошлый раз немцы реагировали на наши контрнаступления на наши симметричные ходы против их прорывов поэтому напряжение с линии фронта в общем-то спала на самом деле потому что южнее пскова вот это направление здесь враг отхлынул часть подвижных соединений перешли несколько южнее здесь у нас перекаловское направление добрак давит но никаких серьезных успехов он все равно не добивается какие-то местные продавливание обороны все же происходит еще южнее на витебском направлении у нас вообще все более-менее хорошо потому что вот на двине враг уперся сейчас подготовлю на оборону посмотрим как он что с ней будет делать севернее у нас болот нас прикрывают поэтому никакой необходимости спешить куда-то отходить у нас здесь нет единственно два у нас спорных момента это на таллиннском направлении нужно все-таки откатить несколько дивизий которые участвовали в окружении немецкого подразделения сократим линию фронта усилим вот это вот направление не хочу немцам дать возможность здесь прорваться к финскому заливу второй момент это нужно механизированную дивизию нашу спасать ближайший 22 армии вот что ж начнем с логистики всегда у нас тут все хорошая погода конец августа кстати 28 августа уже скоро сентябрь нам дали четыре стрелковые дивизии 2 бригады убрали двух нквдшников и продолжаются спланированный переход дивизии на вариант 41b то что интересного дивизии которые нам дали сейчас посмотрим так у нас две дивизии здесь очень крутая дивизия 26 мораль 60 откуда не такую взяли с ракетник опыта почти везде но нормальные ребята их нужно сразу кидать на фронт против немцев 11 дивизия свежая не сформированная фактически свеже сформированная очень слабый чистый состав не хватает артиллерии много чего не хватает так 9 бригада бригада почти полного состава 4000 это нормально вот но бригада это бригада с ней не разбежишься я немножко уже поколдовал с авиацией соочи что называется чтобы не тратить на это время во время хода так что так что вот так вот эти подразделения новые которые слабые я их наверное сейчас кину все 55 армии товарищ багромян у нас крутой это надо использовать поэтому все подразделения которые которые новые при этом недостаточно сильны мы придадим так давай сюда единственное что какой смысл с другой стороны нам здесь держать много войск финны здесь все равно не пройдут и они не могут наступать южнее этой линии но с другой стороны это после знания не очень хочется использовать такие вещи контр наступать монофинов все равно здесь скорее всего не сможем ладно пускай они хотя бы восстановят свои характеристики здесь до чтобы были вы готовыми потом мы это дело это подразделение перекинем на куда-нибудь на угрожающее направление если нужно будет или пошлем подлугу опять же рыть окопы у нас как всегда множество вариантов действий в такой ситуации так 55 тоже поближе подвинем вот сюда а кто у нас еще вот эти ребята 155 передаем здесь занимаем позицию в идеале часть фронта забрать у 23 до чтобы здесь две армии у меня было которые за счет того что вот они немножко раздробятся но за счет этого смогут эффективнее сдерживать свое направление так еще одна есть тоже 5 того 5 подразделения в ней две бригады и три дивизии восьмерочка кого-то надо конечно сюда накинуть в качестве частей поддержки давайте дадим им баталье полк саперов накинем гаубец чуть-чуть сформируем так танки здесь нужны можно медометики и наверное можно кстати ракетный полк поставить но это по моему еще не катюши они бм-13-16 вполне себе катюши ну что ж попробуем по моему они еще не производится не сентября начнут производиться сами катюши по моему соответственно он будет пока пустой но как только начнут так сразу пойдут к нам так интересно кстати как тут поживают наши танки у меня полу какое-то подразделение какую-то армию я вылетел из главы же вроде кому-то давал танков нет я написано 16 танков есть странно так мы здесь они могут быть в мотоциклетных полках главы ладно хотел посмотреть на судьбу вот этого танков сину отдельного танков батальона и чё-то как-то у меня будет выскочивать куда его чё там мне казалось что я вся вторую кидал но здесь как мы видим танков нет ладно или в одиннадцатую когда вот здесь сепарает заняться за саперы саперы 2 никого нет ладно не суть важно потом поищу и будущее стратить на это время так ну что ж начнем с небольшого отступления здесь так здесь танки могут ударить опять же на север поэтому пытаемся немножко скруглить наши боевые подразделения ухты перехват вышли побомбили по мне хорошо на врага много авиации так здесь здесь в идеале конечно нужно как то вот так делать здесь сдваивать боевые части наступать они здесь эффективно конечно не смогут но у меня вот здесь линия единичек есть можно что сделать вот эти выражающие направления пускай займут части 29 она сконцентрируется именно на побережье финского залива а вот эти ребята ух как здесь налет устраивают враги да враг очень хочет здесь добиться какого-то прорыва ПДВ что ли? сколько можно пускай прикрывают здесь я оставляю просто заслон хотя у врага тут так кстати танки есть тоже не очень хороший вариант надоели хватит бомбить так ну учитывая запасы топлива которые у них есть мне кажется их не очень много далеко они не пройдут весь финский залив они к финскому заливу они не выйдут а если так то можно совершенно спокойно здесь такими силами их пытаться сдержать так так у нас еще есть кстати у нас здесь 4 ой 2 дивизии можно добавить к северному фронту к северо-западному мы уже ничего не добавим поэтому я вот этих ребят мало перекину как раз на северный фронт давайте сюда да так правда у меня 52 перегруз по численности а вот в 29 как раз все возможности усиления есть поэтому вот этих ребят я буду перекидывать всех в 29 5 можно было кстати попроще бы как-нибудь придумать реализовать микроменеджмент управления частями давайте хотя бы одну бригаду отведем чтобы прикрывала штаб вот этих ребят спешим и направимся в вторую отлично она будет защищать на случай танкового прорыва да мимо нее танки просто так не пройдут придется им ее сбивать с позиции это очень чревато ребята очень мощные и может быть где-то здесь мы ее используем кстати раз уж такой план у нас созревает можно попробовать сюда перекинуть кавалерию здесь она в общем-то повоевала у меня очень хорошо добилась серьезных успехов так у нас еще тут кавалерийское предъявление есть так что тут можно давайте я вот эту вот часть перекину в 55 так и два кавалерийских подразделения мы переведем на север так раньше когда вот эту волшебную кнопочку нажимал всегда ну когда менял вид сообщения подразделение сразу спешивало сейчас это пофиксили а я по привычке просто нажимаю смену передвижения типа передвижения ну ладно это простительно просто привычка так переводим ребят в 52 что какие у меня мысли здесь враг очень прижался к Таллину и он будет дальше к нему прижиматься так или иначе пытаясь здесь пробиться вот эти танки они сейчас в любом случае куда-то уйдут скорее всего идут на псковское направление вряд ли они будут здесь пытаться чего-то добиться но мне почему-то так кажется тоже с ними уйдет и эсэсовцы останется здесь одна пехотная дивизия которая весь вот этот вот фронт закрыть не сможет соответственно у нас здесь есть очень мощная дивизия которая при поддержке других частей сможет организовать прорыв на каком-то направлении по крайней мере с каким-нибудь полком мы совершенно спокойно и легко справимся а затем кавалеристы могут выйти на оперативный простор в идеале конечно ударить чуть южнее ну севернее вот этих вот озера проблема в чем тут болото мы тут особо не разбежимся вот именно в начале хотя это такой еще сложный спорный момент второе здесь проблема что намного дольше бежать и за один ход я здесь скорее всего просто не окружу даже при помощи двух кавалеристских выразделений так и у нас здесь опять же перегруз кстати опять опять у нас перегруз тут можно как о кто такие вообще давайте переключим это все дело ставки так и бригадку бригадку знаете тут халявную бригаду надо какую нибудь давайте у вас тоже 29 что у нас тут 24 все отлично все помещается все получается как надо так вот в идеале хочу окружить всю эту группировку и тогда ее все снабжение будет базироваться только на пару портов то есть вот здесь кури сары здесь тоже по моему порт есть нет здесь порта даже кстати нету так да вот здесь только порт есть там так тут у меня кстати где-то должна быть кнопочка как бы так что у нас здесь вот раз порт два порт порт троечка здесь нет из порта нет о вот здесь еще порт то есть мы опять же выйдем вот к этому порту то все снабжение будет базироваться на одном только городке у врага если они не возьмут таллинн то есть всю эту группировку можно так или иначе посадить на очень слабый на очень слабый уровень снабжения и потихоньку придушить это было бы идеальным завершением компании не факт что у меня получится более того не факт что враг тут оголит что-то для того чтобы я кавалеристов спокойно запустить но по крайней мере вот такие мысли у меня на этот счет имеются так давайте отведем наших доблестных механиков они тут врага попугали можно и отдохнуть так 27 кстати мы переведем сейчас так так квдшников надо бы всех убрать куда-нибудь они немножко засоряют так давайте лезьте в гору так здесь у меня тоже путаница небольшая местами стоит 24 а местами 54 армия части между собой перепутаны очень плохо так 54 у нас там 4 подразделения давайте их всех четверых куда-нибудь вот сюда переведем так а 24 соответственно южнее что-то лишнее убрал да вот такой вот большой небольшая предислокация ребят так штабы штабы надо было отодвинуть подальше на всякий пожарный случай тебя поближе так ну что ж тут все пока под контролем давайте сюда здесь вообще все красиво трогать ничего пока не хочу единственное что можно было бы накинуть в восьмую армию кого-нибудь вот этих ребят чтобы у них просто снабжение было получше да давайте сейчас займемся снабжением так мне штабы мне юнит так давайте мне пехоту в общем-то заниматься только пехотой имеет смысл все остальное так понятно что с ними делать так ставим на рефит сколько у нас процентов все что до восьмидесяти дотягивает ребят ставим на пополнение чтобы хоть немножко пополнялись а то как-то все очень плохо у меня ребята стоят с двумя тысячами на роду уже третий ход поэтому ни в какие ворота конечно подчиняется ставке поэтому еще медленнее снабжение из-за этого но тут уж на меня возможности особо что-то поменять нет да я могу их всех вот эти оба подразделения перевести в восьмую армию тут место для нее есть так восьмая армия единственное что НКВДшников не буду потому что фиг с ними обойдусь и без этого так здесь здесь у меня все красиво а здесь все более или менее красиво но сойдет так ну что основной массив мероприятия я выполнил каких-то сложных действий не буду сейчас предпринимать давайте попробуем где-нибудь кого-нибудь побомбить пару раз так здесь понятно все грустно здесь интересно сколько есть ли будет ох нормально слушайте можно полетать на аэродромы ну давайте 130 остребитель теоретически могло вылететь хорошее прикрытие ну десятки я потерял десятка это ерунда на десятку я готов согласиться вообще три всего потерял отлично продолжаем все не хотят больше летать так ну ладно сегодня будет короткий ход посмотрим на что чем ответят немцы и будем морально готовиться к нашему наступлению под Таллином силу для этого вывожу абсолютно как бы никчемные само собой то есть я нанести в поле боя поражение немцам абсолютно точно не могу если мой расчет на то что немцев просто не хватает соединений у них образуются бреши в линии обороны и я пытаюсь эти бреши каким-то образом этим брешем воспользоваться а дальше задача будет ох немцы подошли как раз танками туда так что я боюсь наша сорвется инициативка так финны все пытаются нас здесь сбросить ну ладно пускай покачают моих ребят в обороне ух ты вот как раз ударили с юга ну да видим что танки подвели особо далеко они не пройдут сейчас вот укрутся в лучшем случае в моих вот подведенные подведенные войска но никаких прорывов я здесь абсолютно точно совершить не смогу так ребята держатся потери огромные в авиации у меня кстати опять ну видим тут основная масса истребительной авиации у немцев именно здесь сконцентрирована опа отдефались молодцы так ну на псковском направлении это все ерунда ерунда да не ерунда смогли две дивизии опрокинуть в чистом поле бывает у меня даже преимущество было в обороне но вот большое количество частей поддержки в первую очередь в гаубичной артиллерии конечно немцам помогло плюс авиация бомбардировочная она у немцев очень сильная зато здесь отдефали при том что у немцев было преимущество давайте еще раз отдефаемся что стоят ребята третья попытка неуемные немцы попались какие-то ну нормально три атаки выдержали четвертая атака можно опять заборонялись но правда понизили уровень обороны ну срыли окопы артиллерийской подготовкой неприятная вещь пятую атаку можем и не выдержать и вот танками решили они здесь на это раз ударить да отступили мои мотористы и стрелковая 166 так ну витебское направление за него в общем-то я спокоен пускай штурмуют даже если мы куда-то тут отсутствуем то это совершенно не страшно кстати у меня еще даже пограничный полк был они его пленили заставили бежать бригаду противотанков артиллерии а из нормальных обороняющихся у меня здесь была только пехотная бригада оказывается ну и они умудрились выдержать несколько серьезных натисков так финны опять пытаются что-то соорудить ничего у них не выходит не мудрено у меня тут силы на порядок круче они что издеваются они одной бригадой пытались штурмонуть они опять же чисто для того чтобы может мне снабжение порезать я не знаю но это очень как-то глупая атака по самоубийству финны камикадзе какие-то видны в Японии наняли соратников по делу так и вот продолжают давить на великие луки ох ты тут они собрали кстати мощный мощный кулачок тотенкопф еще моторизованная дивизия неприятно 47 почти 50 тысяч человек танчиков мало моторизованные части в немецкие сильными танками а именно общей механизацией подразделений то есть у них количество грузовичков количество брони автомобилей большое все подразделение передвигается не на телегах а именно на на грузовиках за счет этого огромная мобильность мобильность артиллерии кстати в том числе ну в первую даже очередь потому что кто бы что не говорил а вторая мировая по прежнему оставалась войной артиллерии она решала что произойдет без грамотной артиллерийской поддержки все равно никуда не денутся единственное что где-то это можно было заменить скажем авиацией знаменитыми штуками как вариант да но все равно артиллерия бог войны так разведчики полетели что нам хотят узнать так ну как я и предполагал ничего серьезного немцы не смогли соорудить в общем-то у нас не так долго осталось до зимы до окончания сценария сильно сомневаюсь что немцы что-то классно смогут придумать вот хочу хоть где-то придумать что можно как с точки зрения атаки разнообразить геймплей да то есть попробовать где-то что-то такое интересное соорудить с точки зрения прорыва может быть стоит собрать там пятьдесят пятую багромяна например всю подвижную технику которая у нас осталась там танковые механизированные части и так далее попробовать куда-нибудь их забросить не знаю ну или дать какой-нибудь сумасшедший танковый бой там восемь стрел подвижных соединений скажем против одной дивизии тотненков что из этого выйдет так ну что ж за немецкий ход у них потери довольно таки ну такие как обычно около трех тысяч человек убитыми да пару танчиков там поскольку никаких особо событий не происходило все нормально у нас потери тоже мизерные четыре тысячи человек учитывая что у нас было пограничный форт один уничтожен то есть эти потери если туда еще вписать получится совершенно никакущие потери так и потери в авиации 8 на 88 это конечно красота опять же гигантские потери в СБшках 27 штук миги начали падать тоже в большом количестве но опять начали падать они потому что их у нас появилось довольно таки большое количество на фронте поэтому они участвуют в боях мы смогли 6 мессеров сбить ну что не было и первые два лага новой серии мы потеряли так что вот они так сказать боевое крещение получили и я сразу вижу что у нас в этом следующем ходу уже появились первые гвардейские части вот у нас появилась первая гвардейская стрелковая дивизия ну на этом замечательном моменте наверное мы уже сохранимся закончим серию и будем думать как же использовать наши гвардейские части и нашу механику как видим нам танчиков дали но это все танковые бригады с ними не разгонишься но тем не менее у нас появляются какие-то варианты будем думать что такое можно соорудить в последние ходы чтобы как-то разнообразить геймплей на этом все всем спасибо всем пока это был Red Commander я смертен это